всем привет добрый вечер всем я тут сегодня с такой вот маской от jimotion x видите да маску сразу вопросы о маске потом я напишу или там ссылку скину как маску это добавить себе сейчас ждем человека я ранее анонсировал прямой эфир с человеком из донецка он является общественным деятелем на меня он вышел как рассказываю он после моего привет андрей давай подсоединяйся я немножко тебе рассказываю же зовут его андрей комов он бывший военнослужащий принимал участие в событиях на донбассе в четырнадцатом году в пятнадцатом уже не помню ярый сторонник днр в этом наши взгляды с ним расходятся мы с ним созвонились но написал мне в контакте после моего поста я сегодня решил ему позвонить но созвонили с ним и решили провести прямой эфир я его никак не инструктировал что он подтвердит я сказал что бы ты расскажешь своем личное мнение про трапезникова и тебе попробуем задать вопросы зрители жители листы возмущенные жители может быть согласны с назначение трапезникова здесь тоже будут постараюсь все вопросы озвучить андрей ответишь андрей давай это самое подключайся я не вижу твои заявки сейчас а может быть и есть все подключусь андрей комов зовут андрей приветствую наушниках да конечно ты наверное меня впервые живую вообще видишь да ну да такой фотографии а так хоть познакомимся да андрей ну ты знаешь про меня мы с тобой поговорили давай немножко наверное расскажешь о себе давайте расскажу я я яростный с тобой весны 14 года до 17 года был военнослужащим армии днр также непосредственно служил в республиканской гвардии александра владимировича захарченко то есть все моменты внутренние которые происходили в республике нам очень-очень известные известные лица которые в республике чем занимались как конкретно известен ваш персонаж который назначен на должность его главы рис до города и листы есть и хорошие стороны его есть и плохие стороны но тут больше на плохих сторон у него будет но маска у тебя зачетная да это одобрим как бы хотел бы начать со ступительного как бы просмотрела начало сама кто-то говорил да как бы мы не готовили этот эфир эфир вышел спонтанно вопросы я до сих пор не знаю какие будут какую тему какое русло но постараюсь на них ответить начну я с простого как бы многое в группах калмыкия писал много разного слышал и негативного и адекватные мнения да по поводу днр по поводу республики этих ноги считают что это не республики это украина и мы сепаратисты во всем этом виноваты но здесь я отвечу коротко как бы чтобы не было многого мы сделали свой выбор в четырнадцатом году против незаконной власти которая свергла законную власть и ве и мы жители донбасса которые всю жизнь кормили украину мы просто решили мы устали от того что творится киеве на майдане и так по всей украине касаясь русского языка касаясь праздника великой честь войны советского союза памятником героям ветеранов дедов мы просто решили решили уйти с этой страны так называемой так украина мы сделали свой выбор в апреле и в мае месяце числа был референдум референдум показал о том что республика состоялась народ донецкой народной республики да еще донецкой области полностью проголосовал за то чтобы донецкая народная республика стала суверенным государством это мы уже потом общим мнением народом решили что наше будущее с россией это донбасс это такой субъект такой регион который всегда был русским большинство жителей донбасса это люди которые приехали на восстановление шаг донбасса с россии самой курская область ростовская область еще послевоенное время и как бы донбассом всегда был русскоязычным донбасс всегда считал себя россией и просто пришел тот момент когда мы просто решили что пора заканчивать то есть демагогию вот тут я считаю что люди пишут что немножко не относятся но не задали вопрос да про себя рассказать рассказал да ты пока не отвечай на вопросы да давай уже начнем по личности трапезникова расскажи как он появился кто ну давайте начнем с того что в четырнадцатом году мы вообще не знали такой дима что за персонаж и вообще кто он такой первый раз в жизни мы его заметили пятнадцатом году уже в качестве главы города тельманова но я скажу что при его руководстве города ну ничего в городе не изменилось как город был в разрухе так он и остался но за хищение за именно убийство города конкретное как бы изнасилование города у нас как бы есть смертная казнь да как бы но товарищ трапезников избежал это и был назначен вице-премьером республики за это все время как он был назначен вице-премьером да то есть он не показал себя как кризисный менеджер который может вывести республику из любой ситуации лучшее русло а наоборот показал тому что малый бизнес средний бизнес был полностью ущемлен люди работали предприниматели бизнесмены маленькие которые они работали для того чтобы погасить просто обычные налоги они о том думали что им есть завтра и как им вообще жить при товарищи трапезников и некоторых других людях люди начали получать зарплаты у нас до четырнадцатом году еще их не было как бы со всей переменой в четырнадцатом году начали выплачивать зарплаты пенсии но реально эти зарплаты и пенсии это просто детский смех на которые но невозможно жить три-четыре тысячи рублей в месяц пенсии зарплата и полторы две тысячи это просто пенсия но это смешно смешно для в рублях или в гривнах перебью немножко это в рублях у нас полностью в рубле все понял продолжай для донбасского региона иметь такие зарплаты когда при той же украине зарплаты были много раз больше дальше как бы он зарекомендовал то что как бы много моментов есть и плюсов конечно да но это один процент из ста всего лишь плюс плюсы какого у него был он хорошо любил пиариться пиар это самое лучшее его оружие он мог попиариться с военными он мог попиариться с бюджетниками но что-то сделать для них он не мог бюджет пилился и по сей день он пилится но уже другими лицами но все равно остались его люди люди с его команды и как бы трапезмников это личность очень знаменитая в республике и как бы многие его ждут обратно задать некие вопросы по поводу бюджета какие какие остальные самые интересные моменты как он получил столько образований тоже всем интересно жителям республики человек до войны как нам известно работал на товарища Ахметова человек был из его окружения поясни кто такой товарищ Ахметов они все знают я сейчас поясню Ахметов это украинский олигарх владелец футбольного клуба клуба шахтер и ну из всех горнодобывающих организаций товарищ Ахметов это олигарх украинский который держал большинство предприятий донбасса также знаменитый клуб пк шахтер донецк товарищ трапезников был у него там директором каким-то коммерческим то есть ну и потом в оконцовке он нарисовался в республике как-то вот так и знаю то что на момент до момента войны у него было всего лишь одно образование высшее это это макеевская строительная академия макеевская строительная академия да 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 мисси и на момент уже начала войны на момент как бы построение республики и когда начали работать уже высшие учебные заведения в нормальное русло товарищ трапезников резким методом как-то получил ну там всем понятно как все за деньги решается и все быстро получается то есть даже если посчитать у него сколько там высших 4 высших образования по разным сведениям 3 или 5 ну будем так даже смотреть но заметим что за короткое время за те же 4 года которые он был у нас в республике он получил три-четыре образования и одну из них это военное образование вот интересно хотя военное училище начало функционировать в пятнадцатом году и набор был первый пятнадцатом году то есть до сих пор еще студии курсанты учатся никто как бы не получил еще выше открылось а он уже его закончил и резко как бы мы все знаем что после окончания военно училище ты получаешь звание лейтенанта а товарищ трапезник полковника получил то есть у нас вот так вот военное время резинка получил звание полковника не командование одним из не считаясь полевым командиром героем каким-то то есть из командиров как гиви моторола были многие остальные ряженый человек с ряженым званием как бы вот вот так скажу то есть одним словом скажу просто как батух асиков написал своем посту в инстаграме он кризисный менеджер я хочу согласиться с ним он реально кризисный он может довести до кризиса конкретно любую область и любую республику так ну что может быть вопросы позади задавайте ли давай хорошо вот мне в директе написали их выписал на источник отдельные вопросы те что в директе будем первоочередно переводить первоочередно задавать то что комментарии пишешь потом посмотрим хорошо прошу первый вопрос самый первый вопрос был такой за что по твоему мнению убит захарченко 1 читаешь еще или это вопрос да и вопрос почему трапезников покинул днр и потом третий третий же вопрос от того же человека правда ли что не может что на него на трапезников может вестись охота сбу со стороны сбу и на трапезу вопрос почему убит за что убить захарченко ну знаете как скажу первый дано за что убит захарченко только бы теория может быть двоякая то его убил за что убил но как бы в общем скажу что о покойниках или хорошо или никак и я просто таки как а убрали ну порой герою нужно на бумаге чем живую а многое о нем не буду говорить потому что как бы хотя бы при такое уважение ему препонести хотя бы за при жизни было ничего хорошего сказать хотя бы сейчас можно что-то понял второй вопрос был от человека почему трапезников покинул днр но это все было в спешке восемнадцатом году когда убили захарченко началась конкретная дележка во власти в республике началось сокращение многих подразделений захарченко расформирование многих полевых командиров там которые были при захаре посажали потому что много на них дел и убийство и мародерство и отжимы и как бы трапезников пол под раздачу они вместе с товарищем ташкентом покинули территорию много было слуха в ихнем аресте там то это но товарищ дима он как бы пропал с полу полностью с вида и вот мы только с восемнадцатого года считая год прошел и мы его увидели у вас в республике а то хотел все сказал слово арест кто хотел арестовать их за что ну как понимать нам-то неизвестно кто там кого хотел арестовать наделешь это слухи да опять же ну да это все слухи как бы потому что информация подтверждалась об аресте официальное объявление в розыск и так далее не было да нет не было не было ну из третий вопрос ну я не знаю как на него ты ответишь ты не сотрудник сбу правда ли что на трапезников может вестись охота из со стороны сбу тут за действие на донбассе которые мы-то причастны все до и рядовые ополченцы и командиры и даже таких же трапезников но я думаю что может потому что как то и так но он был на нашей стороне и как там с кем он общался и как он действовал это неизвестно но может быть а там посмотрим как второй вопрос на другого человека в директе тоже написали если какие-либо документальные доказательства незаконной деятельности трапезникова документальные доказательства ну смотри документальная понимаешь документальная хранится определенных органов которые этим занимаются непосредственно обычные общественные деятели мы высказываем мнение народа обычного народа говорим то что творится в республиках это много из подтверждений в интернете уже выложилось много блогеров днр и лнр это говорят журналисты даже есть те же добровольцы которые покинули республику разочаровавшись в идее и просто рассказывают то что творится на самом деле творится то что творит именно власть республики и про тоже трапезникова и ташкента и захарченко очень много информации а даже более известный блогеров можно посмотреть все это в интернете в этом доступе есть так что там процентов правды 30 процентов могут приукрасить но а 70 оно так оно и есть просто как бы те кто живет донбассе понимаешь мы это видим мы это видим каждый день видим граждан видим разговариваем да это очень большое количество людей которые это все может подтвердить сразу моментальный комментарий я запомнил журналистские расследования есть и ссылки на блогеров но ты мне потом скинешь да наверное или плечку поскидую тебе хорошо да чтобы сейчас демагогию не разводить по существу отвечать на вопросы вопрос от этого человека был каких партиях он состоял политических партиях украины либо днр ну смотри в украине я не скажу какой партии состоял потому что не знаю ну предполагаю что партия регионов но точно я не могу это это партия янковича то время все это ты видел картинку да в телеграм-каналах пишут что это он партия свобода она же с таким националистическим уклоном но смотри эту картинку дел но как-то я не распознал там трапезникова если честно а если они об этом о том что он там контактировал данной партии как бы я тебе говорю уже скидывал как бы смотрели но первым распознали его честно есть человек да но непонятно он-то не он и знает биографии биографии до с биографии то что люди знают о нем которые его знают хорошо но в такой партии не состоялось как бы всегда он были поближе был именно как раз ахметову ахметов понятно кому всегда был поближе а ну ты уже ответил в принципе на этот же вопрос там вопрос был если видеоролики про его деятельности биографию ну я скажу это есть блогер блогеры да то ты так третий вопрос сколько опаму ты ответил сколько вузов закончил донбассе когда да ты говоришь порядка трех четырех вузов до закончил в том числе военный четвертого прозву правда ли что трапезиков полковник да я бы хотел бы немножко еще вопрос задать по поводу его полковничек звезд занимал ты сам как военный человек понимаю что чтобы быть полковником после выпуска в принципе это условиях военного времени реально но для это нужно занимать полковничью должность ну время реально все реально дослужиться за год она понимаешь ты хотя бы должен служить ты должен командовать нет я спрошу он занимал должен какую-то начальник там штаба или там никакую должность он ни с четырнадцатого не по семнадцатый год не занимал военную не занимал называйте полковником ну понятно министерство обороны корпуса силовых даже структуру имел никакого отношения он был пол понятно чего но он все называет полковник донецких войск начнем с того что он считает да я генерал полковник оборудования нет он считает себя полковником министерства обороны донецкой республики начнем с того что министерство обороны это было такое министерство которое но ни кем ничем не управляла был армейский корпус 1 армейский корпус народной милиции дает скоростной форсиста моменты есть там другое руководство а министерство обороны так медальки выписывала ну его больше ничего не расформировано полно из туда впихивали всех подряд то есть но бы контре но если мы бы хотя бы в запасе чего-то понимаешь но при украине он не был офицером никем он не был и потом резко стал полковником не команду никаким отрядом не выполняет и боевые задачи не захватывая не так освобождая никакой населенный пункт да то есть он резко зател до полковника из обычных отолченцев ну честно никто не знал что он там полковник ну все это вы появлялась когда он форме выходил у них была такая мулька интересная фишка даже они все ходили в форме все ходили в форме звания офицерские некие даже генералов себе носили понимаешь а в реале никем не командовали ни одного боевого задания не выполнили следующий вопрос это пятый по так вопрос расскажите про жену трапезникова чем она занимается ну я начну как бы вопрос быстрый будет ответ то есть на вопрос потому что как бы в республике она не было замечен там таких моментов там не со стройками не из потому что нас республики достроить нечего война какая какое строительство и экономических моментах это уже не было заметно потому что фигуре в другие леди республик и другие лица ее не было заметно и про нее мы ничего не знаем так он с ней даже не появлялся нигде не показывал ее а вот лично меня вопрос донбасс строй знаешь такую организацию на есть такая организация она как-то там с ней ассоциирована с этой организации ну знаешь донбасс строй как бы она относилась вроде бы к нему именно трапезникова на построен с ташкентом есть но конкретно там влияние той же жены трапезникова не было видно потому что больше ты знаешь кто она по профессии чем нет нет потому как бы ее не было али кто он такая вообще а где она сейчас находится в настоящее время обладаешь такими данными но по последней информации когда нос по именно с покидание территории что они выехали в российскую федерацию так ну вопрос тоже будет и ответил что он делал в футбольном клубе шахтер а я хотел бы то у тебя точно ты говоришь он занимал какую-то там должность да ну по-моему коммерческий коммерческий директор говоришь да ну да правда ли что он до этой должности возглавлял фанатское движение этого клуба ну то есть руководитель фанатского движения ну я знаю что до должности именно коммерческого директора он был депутатом по-моему ворошиловского района если мне не ошибаюсь буденовск или ворошиловского района ну знаешь википедия такая штука когда можно добавить депутатом он был районным а потом про него известно что он пока шахтере был кто что он возглавлял то молодежная крыло то есть крыло фан-клуба шахтера но это не подтверждает не подтверждая это просто просто знаешь просто ответ на многие вопросы сразу многое многое этого человека на момент 15 года было вообще неизвестно кто он и что он то есть когда он появился и до момента 18 года не он начали просто узнавать про него кто он такой что он делал кто он вообще такой было всего лишь достаточно что он работал на ахметово понимаешь и все активность а занимал как бы ну вот единственное то что самое до подтвержденное что он один из руководителей там был шахтере непосредственно знаешь ли такой ты фонд благовест слышал не слышал да нет хорошо просто разные интернет источники ассоциируют деятельность данного благодарительного фонда именно с трапезниковым и что он фонд отмывали но конкретно там чтобы именно наше руководство республики какие-то фонды у них были не этого не было им достаточно было того что есть на самом деле не прикрываясь фондами но опять же ты это отрицает что ты он не участвовал благовестий или и ты не просто не не владею я не подтверждаю информацию просто следующий вопрос тоже мои вопросы пойдут сейчас вот мы упоминали тельмановский район да он там был главой тельмановского района это муниципалитет расскажи о его деятельности что он там сделал плохого и хорошего может быть он действительно хороший менеджер может быть тельмановский район преобразился просто что плохого ничего там не сделал там и так было все плохо так раньше там и украинская армия находилась и боевые действия тоже были некие столкновения то есть вот с момента назначения главой тельмановского города тельманова поселка то есть и по нынешнее время до которой сейчас другой глава уже стал ничего не как был поселок убитый так он остался убитый ничего там были там были там разрушены здания допустим дороги коммуникации жесткие столкновения были такие что как бы бальцев саур-могила и столкновения но не так там не сильно пострадал поселок он сам по себе поешь поселок пгт по моему не падать не ошибает он маленький поселочек три улицы центральных которые у него есть школа одна садик маленький городочек в котором как бы он более поселкового типа там домики мало построений то есть ну и со временем там еще при украинской власти он разрушался разрушался многие уезжали многие уезжали жить в донец горловку как бы он не навредил ничем городу и так уже был в упадке ясно следующий вопрос известна ли тебе такая организация как республиканская топливная компания ты да ну это просто ты понял а чем того потому что трапезников с ней как я ну косвенно он связан потому что эта компания и управлял непосредственно ташкент это тимофеев фамилия это второй вице-премьер полное имя ташкента я слышал про ташкента везде как его фамилия и отчество тимофеев александр да 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 саша просто ладно загуглим хорошо окей я забыл его отчество ты шо в общем вовсе ташкентом звали так он само просто управлял этой компанией он непосредственно то есть как куратор это там был назначенный гендиректор одно полностью все через него шли и некоторые торможения именно с мом тоже были через его руки тут как бы эти скажу что трапезников не сильно виноваты так больше всего товарищ ташкент чудил а этот просто выполнял некоторые задачи по поводу этого вопроса нет как бы здесь отвечу что он не причастен к этой компании совсем компанию эту создал и управлял посредством ташкент а также такие частные случаи этом когда искал информацию не слышал значит такого слышал про такого максима лещенко это не тот который с ахметовской движения я не знаю с какого движения рада ли что на одном из мероприятий каких-то трапезников прострелил ему ногу но это я не скажу на мероприятие с ней не ходил потому что не знаю не буду наговаривать на человека то что не знаю а знакомы ли такое тебе понятие слышал ли ты посадить на подвал но это понятие очень ома у нас при руководстве этих лиц которые были ранее названы подвал было любимое место людей которые любили говорить правду и говорили правду пытались защитить слабых помочь ну справедливость в общем чтобы хотя бы восторжествовала подвал у нас был любимым местом куда всех свозили то что делать на подвале тебе наверно знакомо ну то есть ты знаешь что такое подумка оба богу не знакомы мне ну я тебе про то что ты понимаешь что там делают как бы на подвале людям людям не все понимают на подвалах человека на подвале я и силу человеку применяют запрещенные даже средства человеку как ток и многое остальное то есть для того чтобы попытаться чтобы человек замолчал человек перестал говорить запугать человека то есть разные методы можно на подвале как бы такая штука которую даже можно не найти человека потом к тому что причастен ли трапезников посадки людей на подвал я скажу что нет потом как бы не он выносил решение кого садить и кого нет может быть есть такой грешок за ним но конкретных как бы много мы знаем людей которые сидят до сих пор в тюрьмах незаконно да как бы но его руки там не было точно хорошо такой вопрос не помню ты ли мне присылали я в ю тубе сам нашел там помнишь виде видеозапись в ю тубе но она как бы в форме расшифровки диалога якобы перехваченная служба безопасности украины из был украины а там был между трапезниковым и различными там нужно с ними лицем днр подтверждаешь ли ты что это его голос смотри я по поводу этих записей не сильно я подтверждаю записям так это выложенные записи непосредственно сбо украины и которым доверять сильно нету доверия как бы так как такие записи они не вылаживаются в открытую для пользования смотрели читали и как бы я бы не делал выставку на эти записи сейчас в аппаратура и всякие вещи дошли до такого момента что голос можно легко подделать волос похож не отрицаю она доверия мне нет потому что много таких записей есть выложенные сбу людей полевые командиры наши герои наших республик общаются между собой там но это было неправда и это же видео я тоже как бы не могу говорить что это правда давай вот сейчас сразу зрители много почти 300 человек спрашивают какой такой андрей я объясню андрей ты а ты подтверждишь это или нет то как я тебя представляю да андрей получается участвовал в событиях четырнадцать пятнадцатого года непосредственно и настоящее время ты получается в опале да но ты продолжаешь поддерживать саму идею днр ты против украины ты за россию я вот правильно понял то есть ты никакой там человек с украины который просто на ровном месте не любит трапезникова нет я как бы кто-то новенький зашли я объясню просто я человек который определенное время служил опал в ополчении в армии днр потом просто стал обычным журналистом который начал говорить о том что происходит потому что я это видел своими глазами плюс много-много людей пострадавших и в оконцовке я стал обычным правозащитником республики которые вылаживают на открытое обозрение те нюансы которые происходят в республиках пострадавших людей которые пострадали от нынешних властей в лднр людей которые просят помощи я это делаю да конечно на данный момент все реже и реже так люди некоторые боятся и мало чего говорят и своих проблем тоже хватает но вот именно восемнадцатый год период восемнадцать семнадцатого года мы активно вели диалог диалог с населением люди все давали давали информацию информация обрабатывалась много писалось и следственный комитет и фсб россии по возбуждению уголовных дел также убийство гражданина рф должностными лицами луганской народной республики который кстати является кавалером ордена мужества российской федерации мы тоже до сих пор это дело мы ведем и пытаемся посадить виновных но с божьей помощью у нас то получается потихоньку конечно не так как мы хотим чтобы это все быстрее произошло и быстрее это все закончилось но мы надеемся что в скором будущем виновники будут сидеть вопросов очень много я наверное сделаем следующим образом если ты будешь отвечать на все вопросы то это займет очень много времени тут просит подытожить твое мнение о трапезнике вот какой-то человек пишет не о чем разговор подытожить свое мнение а потом наверно сделаем так я пересмотрю прямой эфир этот задам тебе выпишу все вопросы вышлю тебе а ты в одним из в одном из наверно постов своих я сделаю смотрите я постарайся да по крайней мере просто вконтакте тоже тела видеоролики прямые эфиры меня смотрит большое количество граждан республики военнослужащих республик я сделаю видеоролик они тоже ждут непосредственно по поводу товарища трапезникова мое мнение мнение от других блогера по поводу его назначения в городе или стана должность главы я сделаю ролик будут короткие но понятливый доказательной базой о чем как я это выложу в контакте потому что многие не могут в инстаграм зайти по что не пользуются у нас в республике инстаграмом я думаю я тебе скину оригинал и ты сможешь опубликовать уже посредством с награми для зрителей с республики колбыки в оконцовки я вам спросил да как бы мое мнение по поводу товарища трапезникова что я могу ним сказать знаешь хорошее плохое этот человек у него есть и плюсы и минусы но данный момент минусов много и мое мнение как бы что он он не должен быть главой вашего города его надо гнать решили пока только начало если он усядется уже конкретно тогда я уже ничем не выгонишь это пиявка еще то она будет доить и доить доить город а там дальнейшем поверью это змея еще та которая может вылезти на уровень республики в общем мнение такое он спасибо андрея я напомню это был андрей комов общественные деятели из днр я расторонник днр вот даже мы с ним в этом вопросе не не можем прийти к единому мнению о статусе днр да человек занимался то есть он принимал участие в боевых действиях как ополченец а затем он стал заниматься правозащитной деятельностью увидев творящийся днр вот так ну лишь а вопрос такой самый главный самый главный вопрос тут я где-то видел ты лично знаком с тропезниковым лично как тебе посетить пару раз мы виделись еще будучи и когда я служил республиканская гвардия гвардия подчинялась непосредственно главе республики он приезжал взял с нами диалоги и много вопросов мы задавали до конкретно встречи у нас не было и слава богу что и не было косвенно до знакомо ну скажу по период семнадцатого года он должен меня хорошо знать потому что мы вели яростную деятельность против их него пд и много было попыток по поводу в закрытном рты и всего остального но у них не получилось назови его ближайшее окружение вы период его работы в днр чтобы мы начали искать они о них информацию ну первый конечно самый яростный такой потом александр владимирович захаршенко это второе рубенка бы в начальниках был в охране главы республики также являлся руденко да он бы являлся еще и председателем о не председателем руководителем фракции донецкой республика в народном совете там наш перечислять всех окружающих его не легче просто тебе список по фамилии нас кинуть и чем пересылать спасибо андрей я знаю что ты у нас могла и мог серваться прямой эфир спасибо тебе за твой эфир за твое участие не что будем на связи если что обращайтесь всем пока всем до свидания пока я отключаю я остаюсь прямой эфире включая андрея так что там не вы пишете так андрей спасибо так возможности проведите эфир джангаев важно понять все стороны давайте а где джангаев джангаев давать очевидно фирдов давайте я за чеви джангаев давай подавай заявку я тебя подключу и хотелось бы пока что пока мы ждем заявку чамида я бы наверное найти что какой факт рассказал так как я уже с вами веду максимально открытую честную деятельность и максимально всем всех вещах рассказываю я расскажу вам о таком факте просто было бы будет нечестно немножко с моей стороны по отношению к действующей к власти и к администрации главы умолчать об этом об этом факте после первого митинга стихийного народного схода напомню это не может классифицироваться как митинг поскольку там принимали участие тот же чимит джангаев и николай павлович арзаев на меня через одного человека вышла так называемая системная позиция нашей республики а именно я сейчас назову и фамилию и имя и должность вышло как предложила встречу ну я согласился окей давайте это бы напомню было после первого схода вот двадцать девятого числа так встретились мы в одном из кафе с человеком зовут его нуров николай ирнеевич это председатель калмыцкого там на лист полкома или как у них там в общем это руководитель кп рф калмыкии должность его насколько я помню это заместили председатель народного хурава на этой встрече николай ирнеевич нуров предложил сказал что вы ребята молодцы естественно что мы против тоже трапезникова предложил я же дословно скажу поддержку поддержку но какую именно он не уточнял а я просто слушал потом потом была речь о депутатстве о том что нужно через два года возможность баллотироваться в депутаты о том что с системой у меня нет если он думает что я с системой хочу бороться но о том что система нужно бороться изнутри о том что у нас кп рф максимальное количество мандатов после единой россии по всей стране вот на на что я сказал николай ирнеевич спасибо за за внимание за предложение но сейчас я вам говорю нет потому что я не хочу участвовать не хочу быть использованным я еще молодой я еще ну во первых я не политик и я не могу принимать участие в этих политических играх и я не хочу чтобы мое имя использовали различные политические силы в своих каких-то политических интересах поэтому я можно сказать отказал да вот это я рассказываю так вот андрей мне пишет с тобой на днях выйдет блогер с днр ли он больше знает про трапезу ну окей окей будем ждать значит анонсируем прямой эфир на днях это надо поскорее у нас 13 числа митинг напоминаю санкционированный митинг в листе на площади победы дружбе около парка дружба и мы да я сюда призываю всех на санкционированный митинг так ну чими джангаев если ты здесь напиши давайте я подсоединю попробую тебя найти раз есть такое желание со мной поговорить в прямом эфире я не против ну про нурова рассказал я вот чтобы быть максимально открытым то потом мне будут еще предъявлять что это кулуарно встречался там с коммунистами что меня купили под меня деньги взяли и так далее поэтому чтобы развеять все как так сказать сомнения и максимальная претензия со сны в мою сторону отвести я об этом заявляю ну будет просто честно по человечески будет не честно я там про чингиса берикова рассказал что с ним встречался да про нурова не рассказал будет не честно так пишут тут про диму шараева вы знаете что после эфира диму шараев отстранили от концерта кстати бай бай гира вы не первая кто об этом мне пишет я мне пишет об этом я попросил ребят созвониться с димой шараевом и я сам ему директ написал правда не так что его отстранили после его прямого эфира от концерта но если это так ну делайте выводы господа что если это не так ну значит 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 все нормально значит лучше нам не надо чтобы диму шараева отстранять концертов вот одиан пишет что за взброс про димку а я ну я просто к одиан комментарии читаю и мне тоже пишут директ что вот так и так говорят диму шараева отстранили там в улан хейч по моему открыли памятник чингисхану и там должен был быть состояться в честь этого концерт якобы там после прямого эфира диму шараева якобы сняли ну информацию об этом это подтвердить или провернуть может только дима шараев поэтому давайте не будем делать скоропалительных выводов пусть дима шараев этот на этот вопрос ответил сам так ну если чмит джангаева здесь нету целя кюрген если ты здесь ну скажи ему уже время там 15 минут у нас есть на час я просто не хочу делать тысячу прямых эфиров для и хочу просто чтобы был кронометраж один час один эфир все не более шараев прямого эфира но нету дима шараев прямого эфира мне кажется насколько я понимаю давайте вопросы по поводу ну какие то вопросы давайте еще задавать слушаю может быть от ботов будет вопросы от анонимов джангаев кстати не ну не опять слился это это трапезников если бы трапезников слился бы это был боже четвертый раз чем трапезников хуже зайцева ну во первых зайцев не участвовал в войне на донбассе он гражданин россии занимал какой-то пост в им рассказ северного кавказа конечно я тоже мягко говоря не за его кандидатуру поскольку он связан насколько я знаю с а людьми арашукова вы знаете кто такой да рауф арашуков и его отец рауль это сенаторы-убийцы да так называемые поэтому шлейф такой тоже какой-то грязненький тянется я ничего сейчас подтвердить не могу ну с команды так а кстати по поводу системы не системной позиции да я вот я здесь ранее сказал что николай 1 вернечка предлагал поддержку я скажу больше я не видел ни одного публичного выступления со стороны нурова николай вернече и манджикова наталии отчество не знаю извиняюсь так называемые представители системной оппозиции где ваши публичные заявления да я видел ваши комментарии какие-то в сми в каких-то публикациях в газетах но где ваше открытое заявление почему не вы не участвовать вы не будете участвовать в санкционерных митингах вопрос такой хороший к вам системная позиция вы оппозиция или вы системная также ну буду честным раз так пошло николай вернече сегодня звонил мне по телефону я предупредил что мой разговор прослушивается сотрудниками фсб он сказал что его что его телефон тоже прослушивается почти 15 лет в общем он спросил будет ли какая-то письменная резолюция готовите я говорю да потом он говорит а ну хорошо ладно я не знаю не понял смысл звонка вообще не понял смысл звонка николай вернече я его спросил николай вернече ваши будут на митинге на что он мне ответил только приглашение не было я говорю николай вернече тут такое дело тут зачем тут зачем нужны приглашения без приглашения приходите на что он мне ответил что там люди будут там участвуют люди вот так вот примерно дословно вот так вот было я не знаю смысл звонка ничего не по николай вернече я не знаю вот послушайте друзья я вот в этой калмыцкой политики стала разбираться а да вот сотик сот мендеты написал про то что всех вызывает городел сказал принципе все нормально составили протокол да всех тех кто выступал на площади на пагоде на нашем молебне да вызвали в городе в отдел по административному в общем к инспектору по административному законодательству где на них составили протоколы об административном правонарушении в виде участия несанкционированной митинги да этот протокол будет направлен в суд и суд должен установить был ли этот митинг несанкционирован вообще и так далее поэтому ничего страшного в административной ответственности нету это то же самое что вот вы нарушаете да это это вопрос а то там я сказал максим что все алдар инженов есть люди которых не позвали еще не буду говорить кого позовут наверное еще это то же самое если вы нарушили правила дорожного движения допустим превысили скорость это вот это административная ответственность и участие в несанкционированных якобы и митинге тоже это не административная ответственность но опять же это это эти этот факт устанавливает суд стороны полиция выступает за стороной винии они говорят что вот мы ставили протокол мы утверждаем что они участвовали суд должен подтвердить это либо нет перья мансай там был до максим цеденов сотам унов саналу бушев кого забыл а диану пушаев а диану пушаева зовут туда вы не переживайте это отдел да по одной практике этот это административная ответственность это то же самое что если вас на совершенно штрафовал гаишник за непростегнутый ремень или за тонировку или за превышение скорости поймите это административная ответственность просто все так ну естественно простой человек он думает ой полицию дергает как-то так немножко неприятно ну вот если присудить штрафа то это тоже наш долг оплатить кто сколько как у максим еще технику от меня отобрали максим у тебя там технику не отобрали еще кстати вот по поводу того ролика там допишут при этом готовился долго я готовился вот максим за онлайн подтвердит да это даже подтвердить представитель власти на рамке кейф это все при нем было мы записали максим ты подтвердишь наверное без повторов за пять минут наверное вот так сколько там видео идет сколько мы записывали а ну был до недавно вброс telegram были друзья в telegram каналах там хоть евразик это telegram канал ходит гуляет такой пост текст о том что батухасиков дал указание судебной власти максимально строго наказывать я суть передаю участников организаторов митинга за ними при уже пришли и так далее ну послушать это бред вот почему потому что во первых батухасиков не является представителем судебной власти у судебной власти есть свое мнение и они основываются исключительно российское законодательство для того чтобы привлечь к уголовной ответственности за участие либо организацию митингов необходимо привлечься чтобы тебя привлекли к административной ответственности по моему более трех раз вот честно пока еще не изучил вот вы мне сейчас будете что за адвокат такой точно не изучил будет информация я напишу об этом пост чтобы никто не переживал поэтому но бред если там батухасиков дал указание судьям они его послушаются значит судьям надо тогда мантии снимать и уходить если они слушают батухасиков в этом моменте конечно просто я считаю что это вброс попытка запугивания населения попытка даже запугивая нас самих но мы решили идти до конца мы добьемся отставки трапезникова я не знаю с не согласовывал свое мнение с ребятами я мое мнение такое все спрашивают а чё чё потом чё потом потом следующее мы добиваемся отставки трапезникова затем вариант такой мы инициируем поддерживаем инициативу возврата выборов сети менеджеров чтобы такой ситуации как с трапезников больше в листе не случалось вот вы наверное согласны согласитесь со мной если бы у нас были бы выборы мэра и листы ну так называемая листы до сети менеджера как вы думаете трапезников вы там вообще имел бы какой-то шанс вот напишите сейчас комментарий сможет сможет он выиграть выборы мэра вылезти напомню друзья напомню во всех регионах практически даже в той же бурятии выборы выборами будет будет во всех регионах вернули выборы главы главы администрации города во всех регионах по моему ну могу ошибаться только в калмыкии только в калмыкии у нас вот так вот назначают всяких проходимцев и негодяев жуликов конечно не сможет понятное дело может кто-нибудь ребят социологический опрос или за 19 592 да что социологический прогноз для этого нужно просто проанализировать соцсети вы поймете что все в этом мнении соли все солидарны весь народ един кстати давайте по поводу по поводу димы шараева я смотрел его эфир но он просто взорвал он меня так растрогал я хоть и мужчина и не плачу но почти заплакал почти заплакал такая я считаю эту песню я считаю это неофициальный гимн калмыкии наше время вот сейчас настоящее время классная песня классный посыл да и да 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 у нас в районах села главы администрации выбирать депутаты так но этот такой вопрос тоже должен должен да даже будешь это гимн пробуждения это гимн нового на это гимн наступление нового времени это действительно гимн это наш гимн сейчас поэтому сердце бостон сайт халим гуд так давайте пока про диму не будем писать ущемляет ли его не ущемляет если это будет если это дева подтвердит мы будем естественно его поддерживать максимально если это не так там ну да мы по крайней мере сейчас его защитили а также цирен басангов выходил прямой эфир кирген я он не видел чтобы он сохранил я там внимание обращал в общем смотри друзья такая ситуация моя мама преподаватель калмыцкого государства университета раньше она преподавала я не просто уже не помню кафедренных языков было сейчас там расформировали что-то новое она прибавляет преподавателя английского языка работает по моему по моим по моей памяти с 94 года так в общем ее вызвали вызвал руководитель но не и по моему декан гуманитарного факультета сразу предупреждаю что ну разговор был нормальный вообще они думали что я брат у моей мамы моя мама начнет так молодо выглядит либо я так старый выгляжу они думали что я ее брат и попросили через нее меня чтобы она мне передала чтобы я не трогал университет кг у на что мама моя сказала что она я взрослый человек у меня свое мнение она мне переведить не сможет но что действительно так поэтому я обращаюсь под мясо лавич катину и деканату и к руководителю факультета больше мою маму не трогайте не надо не надо не советую осталось 10 секунд друзья все всем пока всех жду 13 числа на площади победы 12 часов покажем покажем что мы сила